Приветствую вас, друзья! С вами вновь непременный Роман Душкин, и мы продолжаем рассматривать всякие аспекты и нюансы, тонкие фишечки искусственного интеллекта. Сегодня у нас такая немножко вальяжная, скажем так, тема. Я хотел бы заострить внимание на вычислительных особенностях вообще всего того, что нас окружает, и вновь заострить внимание на том, что для создания вычислительных систем не важен субстрат, на котором мы эти вычислительные системы создаем. Поэтому сегодняшняя тема – компьютер из людей. Собственно, давайте я вам напомню. Ну, к искусственному интеллекту сегодняшняя тема имеет такое посредственное отношение, но я думаю, вам будет интересно. Напомню, главный логический гейт. Гейт не отрицание. Как он? Не так. Значит, его таблица истинности такая. Так. Не x, но тут. Гейт i. Это гейт, который возвращает... Так. Неправильно я его обозначил. Он возвращает единицу, только если оба его операнды единицы. И гейт или дизъюнкса. Он возвращает ноль, только если оба операнды ноль. Вот. Собственно, делаем простую вещь. Возьмем трех людей. Нет, давайте возьмем сначала двух людей и поставим их одного за другим. Соответственно, если вот этот человек поднял флажок, то вот этот флажок поднимать не должен. А если этот человек флажок не поднял, то этот флажок поднимает. Это гейт. Нет. Теперь берем гейт i. Это два человечка. Этот, который на них смотрит. А они туда смотрят. Он смотрит им спину. Соответственно, вот этот человечек поднимает флажок только тогда, когда оба вот этих человечка подняли флажки. Это гейт или. Ну и, собственно, гейт или, вы понимаете, что, опять же, есть два человечка входных. Они смотрят куда своими глазами, а этот на них смотрит. На них смотрит. И, собственно, он поднимает флажок, когда один или другой поднял флажок. Это гейт или. Почему они смотрят вот все в одну сторону, а выходной человечек смотрит им спину и сам стоит спиной? Для того, чтобы можно было бы их друг с другом совмещать. Вот смотрите, вот схема, которую мы рассмотрели, когда рассматривали гейты из молекул. Такая схема, да? Вот эта схема соответствует какому? Какому расположению человечка? Вот такому. Вот этот вот смотрит на этих двух, этот там куда-то смотрит, эти тоже куда-то смотрят, а этот смотрит вот на этих двух. И вот этот вот является выходным для вот этих двух и входным для этого. Соответственно, этот, допустим, этот отрабатывает конъюнкцию, а этот отрабатывает дисъюнкцию. Вот так, по головам обозначать. И, соответственно, вот при помощи вот этих вот пяти человечков мы создали, реализовали вот такую схему. И вот этот вот человечек, вот этот, он является выходным для одного гейты, выходным для другого. Вот он. Кем являются вот эти вот человечки? Куда вот они смотрят? А это могут быть сенсоры, которые поднимают лошки в зависимости от каких-то внешних условий. Например, этот человечек может поднимать лошок, когда он видит кошку. А вот этот человек может поднимать лошок, когда он видит собаку. Как пример. И, соответственно, вот этот человек, вот этот человечек поднимает лошок, когда этот видит кошку, а этот собаку. Как пример. То есть это сенсорные такие входные штуки. Так, я все разрисовал, хотел вам еще кое-что показать. Придется рисовать мелко. Собственно, из людишек можно делать нейронные сети. Мы еще не изучали нейронные сети, но я вам кратенько расскажу. Пусть один человек, в него входит сколько-то разных информационных потоков. И он для каждого этого информационного потока держит в уме какое-то число. Допустим, 0,5, 0,0,1, 0,75. Вот там произвольные числа. И у него есть выходное число одно, он сложок поднимает. Так вот, этот человечек смотрит, какие числа пришли ему по этим входным потокам, нули или единицы. Допустим, 0,1,1,1,0. И он умножает 0 на вот это свое число, которое он помнит. Единицу на него умножает, единицу на это, единица на это, единица на это. И потом все это складывает. То есть вот так быстренько перемножает и складывает. И поднимает свой флажок, который обозначает единицу. То есть как только человечек поднял флажок, это значит, что ушла единица вот туда дальше. Только если вот эта сумма больше либо равна какого-то порогового значения t. Вот, а там дальше за ним стоят еще один человечек, который также получает от других человечек вот эти входные потоки. И, собственно, нули, которые они получают, это человечек без флажка, а единички это человечки с флажками. У них тоже есть там всякие циферки. 0,25, 0,33, допустим, 0,41. Вот он опять же складывает, перемножает пришедшее число на вот этот вес. И все это складывает. И поднимает свой флажок опять, когда там эта сумма больше какого-то порогового значения t. И этот флажок уходит дальше. Собственно, вот мы реализовали на человечках простой нейрон искусственный. При помощи таких сетей из людей можно создавать произвольные вычислительные сети, которые решают те самые задачи, которые могут решать простые компьютеры. Собственно, а, я вам забыл очень важную, не то что важную, а интересную вещь показать. Если вы хотите узнать, как это было использовано для решения очень прикольных прикладных задач, то рекомендую вам прочитать книгу. Лю, нет, не Лю, Ли, Ци Синь, задача 3-х первых. Там прям очень это прикольно было показано, как из огромной армии императора Ци Ши Хуанди был сделан компьютер. И там кроме вот этих вот гейтов логических были шины передачи информации, экран там, на котором люди разными цветами обозначали пикселы и так далее. И, собственно, этот компьютер был создан для того, чтобы лицо, принимающее решение, могло просчитать задачу 3-х тел. На этом все. Надеюсь, вам понравилось такое отступление. И в следующий раз мы начнем эволюционный подход в логике, в искусственном интеллекте. Поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, пишите свои вопросы, ставьте лайки, звоните в колокольчик, обязательно зовите друзей. С вами был Роман Душкин. До новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok